Новый год, время чудес и подарков, но до главного праздника еще 4 дня. Значит, время еще позволяет подойти с умом к выбору презента. Полки магазинов ломятся от сувениров, но что с большей вероятностью порадует близкого человека и почему не стоит дарить символ будущего года. Александр Тлагишев знает. Мягкие игрушки, весы, мыло, календарь, станок для бритья. Список бесполезных подарков на Новый год можно перечислять долго. Антирейтинг составили петербургские социологи. Большинство россиян не намерено сильно экономить на празднование Нового года. Впрочем, если по данным 2019-го каждый пятый житель страны не жалел последних денег, чтобы отправиться в путешествие, то в этом году ситуация в корне изменилась. 2020-й под знаком вирусной опасности внес свои коррективы. В этом году, по сравнению с годом предыдущим, конечно, мы будем наблюдать достаточно глубокое снижение среднего чека и средней стоимости подобных подарков. Это объективно, к сожалению, от этого никуда не деться. Но в то же время, из-за того, что меньше денег потратили на поездки, меньше денег потратили на туристические какие-то цели, часть этих средств осталась и, соответственно, они будут направлены на приобретение подарков для своих близких. Изменились и сами подарки, и цены на них. К выбору презента люди стали подходить более рационально. Меньше эмоций в дар и больше практичности. В год самоизоляции и удаленки в обиход плотно входят цифровые подарки. Но выбор гаджетов, считают специалисты, должен зависеть прежде всего от отношения к человеку. Например, близким людям, но совсем близкому кругу, которые ждут от нас особых в эти дни знаков внимания, им дарить просто сертификаты, какие-то формальные вещи, которые связаны с функциональностью. Ну, знаете, очень любят дарить бытовые приборы. Это несколько неуважения к человеку и как раз внимания к потребностям близкого человека, спросить его, что он хочет, и уделить время поиску этого подарка, это как раз создать ему праздник. Для круга более отдаленных людей психологи вполне допускают подарки с отсроченными впечатлениями, сертификаты или билеты с открытой датой. Необходимо только учесть вкусовые предпочтения. Без проигрышной лотереи специалисты называют сувениры хендмейд. И чтобы презент наверняка обрадовал получателя, он должен быть выполнен качественно и с изюминкой. Иначе его судьба пылиться на дальней полке или быть выброшенным. Если вы хоть какими-то навыками обладаете, допустим, рисованием, то вы можете нарисовать красивый принт. Да, это можно даже сделать совместно с художниками, почему бы и нет. Но вы вложили в него в душу. И мне кажется, это очень красивый элемент, допустим, аксессуара в плане шелкового платка с вашим принтом. Либо вы можете сделать красивый подклад для любимого его пиджака. Рейтинг антиподарков возглавляет новогодние сувениры с символикой года. Полки магазинов ломятся от различных статуэток быков и коров. Красиво и недорого. Но вопрос, что делать с прошлогодними крысами или просто с бесполезными подарками. Их, как оказалось, дарят чаще остальных. Это был дарт, который был подарен мне моим любимым человеком на тот момент. Через два месяца после разрыва наших отношений он предложил мне вернуть этот дартс. Что я, собственно, и сделала. И с облегчением избавилась от этого бесполезного подарка. Самый бесполезный подарок – это была маска для сна, которой я в принципе не пользуюсь. И мне и так отлично. Будильник на Новый год. Прям такой классический будильник. Не работает. Это были кухонные весы. Я до сих пор ими не пользуюсь. Они просто лежат без дела. Это была книга, которую я уже читала несколько раз. Это был самый бесполезный подарок. Практичные европейцы в этом случае в первые же дни после праздника распродают подарки, которые им не понравились через интернет. Но есть люди, которые ценят любой знак внимания. Александр Атлагишев, Евгений Чернов, Наталья Шипицына, Дарья Ермакова. Новости, телеканал Санкт-Петербург.